Добрый вечер, это программа «Здравый смысл» в студии Алексея Вербицкий. Сегодня говорим о возможных новшествах в сфере образования. Наш в гостях начальник управления образования Пиральского Ольга Шуркова. Ольга Викторовна, добрый вечер. Добрый вечер, Алексей. Ольга Викторовна, вот вы совсем недавно стали начальником управления образования. Поздравляю с научением на этот пост. Я хотел бы узнать, какие направления деятельности, прежде всего, вы для себя наметили на этом маске. Итак, направлений деятельности безграничное множество. Тем не менее, основным на сегодняшний день я для себя определила следующее. Во-первых, реализацию программы, связанной с приобретением нового оборудования для кабинетов технологий. В связи с этим выбраны пять школ, которые будут к первому сентября оснащены именно тем оборудованием, которое сегодня является современным. Второй момент – это развитие уральской инженерной школы. Именно у детей мы хотели бы воспитывать, прежде всего, инженерное мышление, что очень важно для современного не только образования, но и проживания в целом. Третий момент – безусловно, мне очень важно, как будет работать само управление образования в качестве помощника для всех образовательных организаций. И здесь тоже ожидаются перемены и изменения. Еще одна задача, которая поставлена, так понимаю, на уровне региона, на уровне страны тоже – перевести школы Перворайска на односменный режим работы. Что в этом направлении в Перворайске будет сделано? Расскажите, пожалуйста, что уже сделано? Итак, значит, безусловно, я бы хотела начать с того, что данная программа рассчитана до 2025 года. Это раз. Поэтому мы не говорим, что мы буквально вот завтра сделаем односменку во все школы. Понимаю, какой наплыв, какое количество детей в каждой школе сегодня у нас существует. Но тем не менее, в 2016 году было введено 250 дополнительных мест. А за счет чего удалось это сделать? За счет чего? За счет того, что были переоборудованы классы, кабинеты, то есть помещения, которые не предполагались, например, учительские и так далее, они были переоборудованы под кабинеты для детей. В связи с этим мы смогли и открыть в начальной школе больше классов. Ну и, соответственно, в среднем звене далее это точно так же пойдет. Задача еще будет решена за счет введения новых школ. Так, в следующем году мы планируем строительство новой школы на Вайнера, которая рассчитана на 1275 мест. Ну и, конечно же, если по удаленности от близлежащих школ, мы перекроем вот этот поток, большой поток в первую и в седьмую школу. И думаем, что мы как раз эти школы разгрузим. На что я очень сильно надеюсь. Конечно, планируется, и я думаю, что хотели бы зрители услышать сегодня, где еще планируется строительство новой школы. Это поселок Билимбай, это Динос и Новоалексеевская. Ольга Викторовна, еще одна важная тема. Я считаю, летняя оздоровительная кампания уже сейчас, насколько я понимаю, идет к ней подготовка. В чем она заключается, расскажите. Итак, на летнюю оздоровительную кампанию в 2018 году выделено 54 миллиона 396 тысяч 800 рублей. Это и областные, и городские деньги? Безусловно. Но если распределять, то из областного бюджета, то есть, как мы говорим, субсидии пойдет 40 миллионов, из местного, соответственно, 14 миллионов. Округляем. Это даже больше, чем в прошлом году. Безусловно. Поэтому я думаю, что у нас все получится. Целевые установки у нас поставлены, поэтому будем исполнять. Замечательно. Но что жителям делать, что родителям предпринять, чтобы путевки можно было уже как-то приобрести? Приобрести, да. Ну, безусловно. Опять же мы говорим, что с 12 апреля физические лица, то есть родители в данном случае, или законные представители могут обратиться в многофункциональные центры, а также через портал Е-услуги, за тем, чтобы дать заявку, заявление написать на выделение путевки. Кроме того, уже школы начали подготовку для того, чтобы у них оздоровительные летние лагеря открылись на базе образовательных учреждений. Здесь тоже очень много целевых показателей для каждой школы и в первую, и во вторую смену. Объясню, что первая смена в летних оздоровительных лагерях на базе школ открывается с 1 июня. Ну, а там уже 21 день, один перерыв и следующая смена. Прежде чем отдыхать, 11-классники будут сдавать экзамены, ЕГЭ, я имею в виду, выпускники будут сдавать. Какие-то новшества, изменения, может быть, в ЕГЭ планируются в этом сезоне? Вот, пользуясь сегодняшним случаем нашей встречи, хочу у всех родителей, детей успокоить тем, что изменений в этом 2018 году не предполагается. Именно для детей, для самих выпускников. Что же касается организаторских моментов, органиционных даже моментов, для наших организаторов на пунктах сдачи ЕГЭ, будет новшеством только одно, что материалы экзаменационные мы будем печатать в самих аудиториях. Апробацию мы уже прошли, замечаний не получили, поэтому думаю, что все получится. То, что касается предстоящей реконструкции школ, предстоящей реконструкции детских садов в Первоурайске, планируется ли это? Хочу сказать следующее. Начну именно с обращения к нашей администрации, которая приложила максимум усилий, чтобы продолжить программу реконструкции, капитальных ремонтов образовательных учреждений. В 2018 году будет не только запланировано, уже проводятся конкурсы по пяти школам, такие как школа номер 16, 26, 28 и 40, будет произведен ремонт кровли, фасада, замена окон, ремонт туалетных комнат, а также установлено новое ограждение. Что же касается школы номер 11, она также поставлена в ремонт, и будет произведен ремонт кровли. Там именно проблематичным был этот участок. Кроме того, в 2018 году детские образовательные учреждения дошкольного образования будут на себе испытывать также капитальный ремонт кровли. Такие детские сады, как 30, 11 и 19. Что касается детских садов, в 12 и 26, а также 19, будут проведены работы по замене ограждения и освещения. Создание мест в Яслях. Что в этом направлении планируется? Потому что я знаю, губернатор поставил задачу тоже эту проблему решить, нехватку мест в Яслях. Итак, чтобы наши замечательные горожане понимали, что для этого делается все, ведется постоянный расчет имеющихся детей, которые будут практически рождены, еще предполагаются только лишь. И в связи с этим, безусловно, мы сначала вводили дополнительные места. Для чего? Для того, чтобы обеспечить детей, наших детей, которыми исполнилось 3 года. На сегодня у нас вообще такой потребности не существует. Но зато образовались вакантные места для тех, в тех уже открытых группах, для детей, которым еще 3 лет не исполнилось. И мы же сегодня можем детям, которым исполнилось 2 года, предлагать эти вакантные места. Это первое. Второй момент. Раз у нас получаются и появляются эти вакантные места в группах младшего возраста, то, следовательно, мы эти группы на первых этажах, в детских садах будем переоборудовать обратно под ясельки. Какие для этого необходимо создать условия? Они простые. Поэтому никаких дополнительных затрат они в себе не потребуют. Поэтому я думаю, что мы справимся с этой задачей абсолютно верно. Хорошо. Спасибо вам за беседу. Спасибо телезрителям за то, что вы были с нами сегодня. Увидимся на телеканале Евразия. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова